Да будешь вечно ты, библиотека, любовь к обычной книге пославлять. А книга, как творение человека, научит нас друг друга понимать. Путь длиною в 55 лет Рязанская библиотека имени Васильева в этом году отмечает свой юбилей. Основанная как библиотека правкома нефтезавода, когда-то она занимала всего пару комнат. Сейчас это уже трехэтажное здание с тематическими комнатами и большим библиотечным фондом, в котором есть даже дореволюционные издания. В фонде библиотеки хранится свыше 40 томов энциклопедии, точнее энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона, который был издан в период с 1890 по 1904 годы. Издание представляет собой кладезь культурно-исторической ценности. Это лучшая универсальная энциклопедия Российской империи. Отраслевая и художественная литература, арт-пространство для творческих встреч и мероприятий, креативный в каждой детали интерьер. Еще два года назад читатели и представить не могли, насколько сильно изменится храм книги. Какая-то волшебная аура и атмосфера царит в этом здании. Во-первых, красивая библиотека. Три этажа, храм чтения, искусство и совокупность всего прекрасного, что может быть. Здесь могут и детки развлекаться, и взрослые, и все это настолько гармонично, и с таким теплом и любовью сделано, что из этих стен не хочется уходить вообще совершенно. 28 октября 2022 года библиотека распахнула для своих дорогих читателей двери в новом статусе, в статусе библиотеки нового поколения. Мы участвовали в конкурсе на создании модельных библиотек в рамках национального проекта культуры. И вот в рамках национального проекта культуры было модернизировано библиотечное пространство, было приобретено новая мебель, техника и, конечно, новые книги. А еще в библиотеке реализуют несколько проектов. Среди них акция «Книги в парках», «Разговоры о важном», авторские программы «Спешите делать добрые дела» и «С книгой по дорогам детства». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».